в самом начале даже с хлипеньким раппортом и неустойчивой второй позиции уже есть положительные сдвиги вот я буквально сегодня сегодня размышляла наверное нужно еще создать отдельный тренинг на раппорт потому что раппорт это так важно раппорт с собственным телом помогает нам поддерживать здоровье вовремя диагностировать всякие начинающиеся болезни да потому что все эти истории когда рак на четвертой стадии обнаруживается и человек ничего не чувствовал это про то что у человека нет раппорта с телом то есть тело она не может не чувствовать что в нем что-то не так она посылает сигналы но так как раппорта нет мозг не реагирует да поэтому уже когда человек падает и его выносят обнаруживают всякие болезни то есть раппорт с телом раппорт с миром для того чтобы мы достигали наших целей и раппорт с мужчиной естественно для хороших отношений ну вообще просто раппорт везде поэтому берете навык и берете навык из тренинга и во все остальные сферы я его давала в отношении отношений простите да за тавтологию но инструмент везде везде можно его но я рада что вам понравилось хотя там конечно много работы предстоит но это настолько круто когда вы все пройдете и встроите раздражает коллега мужчина пустозвон балабол и тот который абсолютно не отвечает за свои слова из-за этого страдают люди что не признаю себя или если бесит такое поведение смотрите нужно отличать просто вот бесит или реально мешает и приносит вред потому что если кто-то где-то вас задел на улице пробежал мимо наступил на ногу сделал вам больно кто-то даже нечаянно что-то вам сломал это не значит что вы в себе счет что-то не принимаете понимаете не разрешайте себе людям руки с ногами ломать нет вам реально принес приносят ущерб и это про защиту границ это про то что людей нужно ставить на место если этот коллега мужчина пустозвон и балабол из-за которого страдают люди но может быть стоит обратиться к начальству чтобы его как-то это убрали как это вообще поэтому здесь отличаем вред от просто вот знаете не приносит нам человек никакого вреда бывает женщина женщине очень часто очень частый запрос вот она меня просто бесит она мне вреда не приносит она меня просто бесит я на нее смотрю мне не нравится ее внешность ее поведение еще что-то так ну что у меня тут с освещением начинается но ничего нашим знаниям ничто не помешает правда просто бесит вреда никакого не принес просто в мир раздражает все то есть это знак того что вы себе что-то не позволяете во всех остальных случаях это о защите личных границ очень часто идет речь то есть убирайте человека с вашего поля если это в компетенции ставьте его на место вот это про это добрый вечер определила свои базовые ценности как с ними работать дальше принимать их уважать и как это счастлив что такое счастье это возможность жить в соответствии со своими ценностями вот если для вас ценности семья к примеру семья свобода деньги ну вот что-то такое значит нужно чтобы быть счастливой предварять их жизнь заводить такую семью при которой вам будут ну как при которой у вас будут реализовываться свобода в то же самое время деньги да то есть вы будете самореализовываться расти по карьерной лестнице ценности это для того чтобы поджить жить ими какую политику вести с мужчиной старше на 30 лет если хочется гармоничных отношений ну возраст все от личности зависит иногда инфантильные мужчины ну то есть вообще нужно смотреть на человека на его ценности подстраиваться к нему вот такая политика если вы хотите чтобы он достигал ваших целей стройте с ним рапорт независимости от возраста и социального положения потому что гармония это ну вот совпадение когда вы душа в душу когда вы говорите с человеком на одном языке а чтобы с ним заговорить на одном языке чтобы получилось душа в душу вы должны видеть его кто это наблюдать за ним знать его слышать элементарные вещи от возраста не зависит совершенно единственное что вы должны ну вот вычислить какие-то слабые места например о чем он беспокоится вот он старше вас на 30 лет вполне возможно что он беспокоится о том что вы молоды молоды и красивы и вы начнете вертеть хвостом к примеру есть у него вот это вот скрытая тревога или даже открытая может быть он вам об этом открыто говорит когда вы ему озвучиваете что для вас ценность верность и так далее да чтобы успокоить вашего человека либо наоборот ему море по колено ему вообще пофигу он в себе уверен то есть у людей разные слабые места бывают потому что в отношениях мы ищем не только удовольствие но мы ищем и безопасность то есть семья это что-то наше мы должны знать что мы можем доверять в минуты нашей слабости то есть мы не всегда красивы успешны здоровы и так далее с нами все случается и семья это как раз вот те люди с которыми мы можем быть и не здоровыми и слабыми и не успешными и некрасивыми и будем знать что они всегда нас поддержат поэтому вот это вот найти слабые места и как-то их усилить в его глазах